В новом году новый порядок оплаты земельного налога. Пересчета налога для физических лиц не будет, если новая сумма будет выше предыдущей. Налоговый вычет на 6 соток коснется лиц предпенсионного возраста. Если площадь земельного участка меньше 600 квадратных метров, налог взиматься не будет. Если больше, налог рассчитают из-за оставшуюся площадь. Меняется и порядок применения кадастровой стоимости. Так, в случае оспаривания кадастровой стоимости, ее новое значение, установленное после 1 января 2019 года решением комиссии или суда, будет учитываться при определении налоговой базы с даты начала налогообложения земельного участка по оспоренной кадастровой стоимости. Другая тема – трудовые отношения. Впереди праздники, и сотрудники рассчитывают получить премию. Специалисты компании «Гарант» напоминают, решение о выплате принимает работодатель. Законом это не закреплено. Если работодатель все же закрепил премирование в системе оплаты труда, он должен исполнять взятые на себя обязательства. Нарушение положения локальных нормативных актов, устанавливающих обязанность по выплате премий, может повлечь наступление административной ответственности по статье 5.27 КОАП РФ. А это новость для автовладельцев. ГИБДД вела мораторий на поправки в правила дорожного движения. Они меняются слишком часто, и водители не успевают отслеживать изменения. Мы не поленились и посчитали все поправки в ПДД. Документ, вступивший в силу 1 июля 1994 года, на сегодняшний день имеет 60 редакций, а за последние два года правила менялись 15 раз. Конечно, уследить за таким количеством нововведений простому автолюбителю не под силу. Следует помнить, что помимо ПДД на жизнь автолюбителя влияют и другие документы – Кодекс об административных правонарушениях, закон об ОСАГО и прочее. Эксперты-гаранты разработали специальную автопамятку, где собраны все самые важные поправки текущего года. Читайте и будьте в курсе. Продолжение следует...